Новые правила игры в сфере детского отдыха вступили в силу 1 января этого года. Самое важное из них – реестры лагерей, которые отныне обязаны вести региональные власти. Подобный список был и прежде, однако еще летом 2016-го организации детского отдыха могли работать и не будучи в нем. Теперь нереистровым лагерям принимать ребят не позволят. Реестр – это гарантия того, что лагерь готов к приему детей, готов по всем направлениям. В первую очередь это все то, что связано с безопасностью, с санитарно-эпидемиологической, с пожарной безопасностью. Второе – это то, что в этом лагере есть программа отдыха и оздоровления. В Архангельский реестр попали 32 областных и 22 южных лагеря. Проверялся их педсостав. Требования к квалификации педагогов детских лагерей отныне закреплены законодательно. Также всем им пришлось доказать специальной комиссии регионального министерства образования, что у детей не будет избытка свободного времени, а в программу отдыха включен и образовательный компонент. Каждый организатор, каждый лагерь придумывает свою программу. Кто-то придумывает патриотическое, например, лагерь Архангельск. А мы, например, в Робинзонаде уже три года организуем тематические смены. Первая смена – это смена, посвященная сказке «Чернильное сердце», где все погружаются в эту ролевую игру. Также с этого года введена система сертификатов на компенсацию летнего отдыха. Живые деньги родителям больше не выдают. И, кстати, сумма компенсации одинакова для всех жителей области. Дифференциацию по районам отменили. Размер компенсации зависит от места отдыха и от наличия льгот. Максимальная сумма, которую смогут получить нельготные категории граждан – 17 850 рублей за отдых ребенка в областном санатории. Для получения компенсации родителю необходимо выбрать лагерь из реестра и обратиться в турагентство. Прийти с документом ребенка, паспортом родителей и забронировать путевку. Далее собрать пакет документов на компенсацию, подойти, если вы в Архангельске, в отдел опеки по адресу нахождения вашей школы, сдать этот пакет документов через 4-5 дней и получить сертификат, в котором будет прописана сумма компенсации данной путевки. С этим сертификатом необходимо обратиться в тот же офис, где вы забронировали путевку и заключить договор. И с выбором лагеря, кстати, родителям советуют поторопиться. В этом году срок приема документов на компенсацию сократили. Так, например, для первой смены прием документов на компенсацию закончится уже 30 апреля. Что касается наличия путевок, в турагентствах говорят, в сезоне 2017 значительно возрос спрос на северные лагеря. Впрочем, внимательнее к ним присматриваются не только родители, но и надзорные органы. В прошлом году 78% проведенных региональным Роспотребнадзором проверок выявили нарушения на пищеблоке. В третьей проверенных лагерей плохо мылась посуда. В некоторых случаях продукты хранились вне холодильников. Ряд организаций отдыха закупали продукты без документов. В прошлом году, это впервые за многие годы, в лагере Орленок в Ванежском районе была вспышка энтеровирусной инфекции, в которой пострадало 17 детей. И, конечно, было вынесено постановление главного государственного санитарного врача. Материалы дела были направлены в суд на приостановление деятельности и также в следственные комитеты. 1 миллион 217 тысяч рублей штрафов заплатили руководители детских организаций отдыха за халатность своих сотрудников. Уже со следующей недели Роспотребнадзор начнет проверки готовности детских лагерей к началу летнего сезона. В общей сложности в этом году в Архангельской области будет работать 461 лагерь, 23 стационарных, 16 палаточных, 4 при санаториях и 418 дневных пришкольных. Ирина Ившина, Евгений Зыков, Ольга Красулина. 7 дней в регионе.